Спасибо большое. Мы без перерыва приступаем ко второму докладу. Татьяна Александровна Касанкина. Толстой и Достоевский. Богословие на языке современности. Спасибо. Я уже отчасти говорила о том, почему Достоевский и Толстой так важны для русских христиан. В СССР университете зимой на конференции. И сейчас я не буду повторяться и говорить о том, что связано с языком, собственно, и с этой необходимостью проповеди именно на данном языке, а не осваивание переведенных текстов. Вот. Я сейчас возьму несколько другой аспект. Я возьму именно аспект экзогетический. Есть вообще целый ряд профессий, отбор в которые нужно было бы производить вот по тому принципу, что в анекдоте, который я вчера рассказала о воскресной литургии. То есть людей туда нужно было бы не привлекать, а наоборот нужно было бы за попытку подвязаться в этих профессиях наказывать, чтобы в них шли и оставались лишь те, кто действительно призван вопреки всем этим угрозам. Ну, это, конечно, поэты и философы, и в их случаях, в принципе, довольно часто срабатывает даже и до сих пор. Но на самом деле, прежде всего, это учителя, врачи и священники. И вот здесь, в силу востребованности этих профессий, в массовом масштабе указанный принцип не срабатывает. И вот в профессиях, где каждый обязан просто для того, чтобы соответствовать стоящим перед ними каждый день задачам, быть гением, гениальность не только проявляется редко, но, в общем, прямо скажем, не поощряется начальством. Что делать в этих обстоятельствах Богу, которому всегда нужны апостолы, произносящие его слово здесь и сейчас? Думаю, ему приходится положиться на поэтов и философов, на которых и возлагается функция гениальных учителей и богословов. Профессиональные, в смысле, с дипломами от начальства, учителя и богословов, их, конечно, критикуют, гонят и клянут, смеются, издеваются. Но это все с высшей точки зрения вполне правильно и входит в процесс, так сказать, Господнего отсела из профессии. Мысли апостолов в современности, и это отличает их от дипломированных специалистов, занимающих в этом качестве, как бы даже по долгу службы, охранительно, консервативно, консервирующие имеющееся положение и дел позицию. Так вот, мысли апостолов в современности, они адекватны вызовом современности. Они не охранительны. Апостолы видят потребности, возможности и тенденции времени, живо и сердечно на них откликаются и умеют их истолковать и показать их реальную суть. Я думаю, что вот в этом организме человечества, вот в этом, как бы, едином теле Христовом, они, собственно, есть те чувствелища, которыми вот ощущается пробивающийся сквозь асфальт сложившихся форм новое и живое. Ну, равно, как и старое, но живое. В сущности, задача апостолов и учителей есть взрывать те формы, которые превратились из хранилища знаний и веры в их могилу. В общем, именно этим мы занимались в XIX веке с невиданной уже к тому моменту долгое время мощью и резонансом Толстой Достоевский. Толстой прямо и в лоб показывает, как комментарий, если не убивается, то хоронится Слово Божие. И как посредством комментирования христианство делают не взрывным, а скучным и не опасным для существующего устройства мира, которое оно вообще-то призвано радикально преобразить, а вовсе не консервировать. Достоевский же, не заявляя, что вступает в сфор, просто предлагает варианты с самого окружительного экзегеза внутри своих романных текстов, открывая тем самым для ищущих истинное христианство. Я хочу попросить прощения у двух людей, потому что текст, который я дальше произнесу, он им в какой-то степени знаком, но просто было очень жалко отказываться от этого примера. Истолкование, наверное, самого преткновенного евангельского текста в романе братья Крамазова Достоевского. Я имею в виду текст, а вы не называетесь учителями, да, и никого отцом себе не называете. Как вы понимаете, даже название романа уже указывает на постановку проблемы, связанные именно с этим отрывком евангельского текста. Ну, потому что, прежде всего, Крамазовы там как бы далеко не только братья, да, есть и отец Крамазов. Роман называется «Братья Крамазовы». То есть, вот, они все братья. Когда Алёша в романе «Братья Крамазова» в книге «Русский инок» обращается к старцу Зосини со словами отец и учитель, сознание всякого внимательно читавшего Евангелие неизбежно должен возникнуть один из самых острых и парадоксальных евангельских текстов, который Достоевский, конечно же, не мог пропустить без внимания и отклика. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, вы же все братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». Матвей 23,8-10. Поскольку к этому моменту текста «Братьев Крамазовых» уже достаточно выяснилось, что Зосима в сущности заслонил Алёшу Христа, Алёша говорит Лизе Хохлоповой в момент смерти Зосимы о том, что в Бога это может быть и не верует, и сразу после того, что теперь вдруг его уходит, первый в мире человек землю покидает. Вот это первый в мире человек, как вы понимаете, это вот прямая подмена в данном случае. Их много на самом деле, там есть как бы целый ряд слов, как бы литургических цитат скрытых, которые как бы может быть отнесён в процессе службы только к Христу, и относятся Алёше к старцу Зосима. То, в общем, вот эта вот фоновая цитата «Отец-соучитель», да, в этом случае, она как бы работает в том же направлении, подготавливая объясню Алёшин бунт и потом Алёшину прозрение. Но здесь нам дано отнюдь не решение в романе проблемы одного из самых преткновенных евангельских текстов, это лишь её постановка, потому что в сущности весь роман посвящён вопросу, кого и когда можно и нужно называть отцом, вплоть до либерального и новаторского предложения Фетюковича не называть отцом отца, пока тот не докажет сыну, что достоин так именоваться. Однако Достоевский даст и решение, причём даст его уже в следующем абзаце. Но прежде чем перейти к решению Достоевского, посмотрим, какие комментарии на этот текст предлагает христианская культура. Самое очевидное. «В видимом противоречии с цитируемым местом Евангелия, узаконивший обращение к священнику отец». Феофилакт, архиепископ Болгарск, благовестник, так комментирует. Это самое мазкиное 23-е, да. «Христос не запрещает называться учителями, но запрещает страстно жевать этого названия всеми силами стараться о приобретении его, ибо учительское достоинство в собственном смысле принадлежит одному веку». Однако по смыслу текста Христос именно запрещает здесь называться учителями. И комментарий, с моей точки зрения, хотя опять-таки нужно учесть, что это переведённый текст, поэтому тут могут быть какие-то нюансы свои. Но комментарий всё-таки направлен на то, чтобы вот это радикальное, революционное изменение, провозглашаемое Христом, смягчить, смазать и сделать более приемлемым для традиционного ума. В общем, в конце концов, свести на нет, что в некоторых случаях как бы весьма успешно было проделано. Высказывание Христа неожиданно страшно, особенно и отцов не называете, способно вызвать действительно метаною. А комментарий направлен, собственно, на то, чтобы ум не изменился, чтобы как бы дать вот эту поддержку ума, возможность существовать в прежнем состоянии. С другой стороны, Иоанн Златоуст комментирует этот текст словами. «Один Бог есть виновник всех учителей и отцов», точно определяет, к кому мы обращаемся со словами учителя, и отец, сквозь любого временного носителя этих именований. Не человеку принадлежит наше почтение и предлагаемое достоинство, но образу Божию в нем, актуализируемому именованием отец и учителя. Ну, собственно, поэтому мы обращаемся со словом отец, да, к священнику, который может лично нам дадиться там в сыновей или в братье, и, в общем, не вызывать никакого почтения к себе лично. Но об этом, вот, то есть о том, что почтение принадлежит образу Божию в священнике, а не священнику, к сожалению, мирянам и священникам случается забывать, и из-за этого приходится выглядеть в церковь. Иногда очень непривлекательная сцена. Слова Христовы указывают нам на один простой, несомненный факт. «Здесь, на земле, мы все ученики и братья, все детем», как сформулирует это Митя Карамазов. Христос своим высказыванием навсегда упраздняет всякую иерархию, в сущности, тем самым радикально полагая предел для всех возможных великих инквизиторов. Ну, если, конечно, не пытаться смягчить его высказывание комментарием. Именно язычество – источник родовой, посвятительной и социальной иерархии. Христианство – самое последовательное равенство и братство. Лозунг Великой Французской революции «Свобода, равенство и братство» не мог возникнуть ни в какой культуре, кроме христианской, хотя бы по происхождению. Однако последствия его применения были совсем не христианскими. И именно потому, что у революции был ответнут единственный истинный отец и учитель. Собственно, следствием признания того, что на земле нет высших и наставников, нет отцов и учителей, могут быть два разных и даже прямо противоположных пути. Более известный нам путь – это путь, впервые последовательно реализованный французской революцией, и к этим эпизодам в романе будет несколько апелляций Достоевского. Это путь всеобщего непочтения, как это назовет Мережковский ханство. Если нет никого выше меня, значит все ниже меня. Вот способ понимания равенства на этом пути. Ведь, в общем, если нет Бога, то всякому позволительно занять его место. Опять-таки, да, это вот как бы собственная проблематика Ивана Смертикова. И в отсутствии Бога всякий ощущает со всей астротой непосредственного опыта, что мир вращается вокруг именно его я. В романе «Братья Карамазовы» вот именно эта вот такая центрация мира вокруг себя и концентрация на лозунгах Великой Французской революции – это путь Ракитина. Он, собственно, почти при первом слове проявления, как бы отрицаясь Бога, провозглашает лозунг Великой Французской революции, «Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже не верив в бессмертию души. В любви к свободе, к равенству, братству найдет». Ну, собственно, на то он и пошляп, как он сам подозревает, и выскажет сразу же после декларирования Великого революционного принципа. Для других героев, пытающихся отвергнуть Бога, Великого инквизитора Ивана Смертикова, их попытка становится не путем, а тупиком. Выход из которого только в следовании за Христом, как в свое время замечательно описал Павел Фокин о Великом инквизиторе, выпустившем Христа из тюрьмы. Для Великого инквизитора есть только одна возможность выйти из вот этого каменного мешка – это пройти через ту же дверь, через которую только что выпустил Христа. И надо полагать, что стены темниц этих героев возведены именно их надменностью и презрением к окружающим, отмеченными в романе в качестве доминанта характера для всех троих. Интересно, что Достоевский показывает, как эти стены возводятся кажущимся освобождением, разрушением личностью всех прежних, сдерживающих структурирующих оснований. Мало того, пересказывает черт рассуждения Ивана в поэме «Геологический переворот». Если даже период этот никогда и не наступит, но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеком Богом даже хотя бы одному в целом мире, и уж, конечно, в новом чине с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду раба человека, если оно понадобится. Для Бога не существуют законы, где станет Бог, там уже место Божие, где стану я, там сейчас же будет первое место, все дозволено и шабаш. Невозможно не заметить, как параллельно по видеому освобождению человека Бога в тексте нарастает его уединение, отчуждение от всего остального человечества, как каждое слово новой свободы становится кирпичом в стене, отделяющего от всех остальных людей. И размышления Ивана, размышления великого инквизитора доказывают, что составляющие лозунга великой французской революции несовместимы, что такая свобода немедленно уничтожает равенство, тем более братство. А равенство осуществляется великим инквизитором в человечестве путем уничтожения свободы. Однако следствием признания того, что на земле нет высших и наставников, может быть и другой пульс. Так в классе, откуда ушел или изгнан учитель, начинается к квартал Бетлана Разбой. Именно так, как в бунтовавшихся детишек, выгнавших из класса учителя, описывает революционное человечество великий инквизитор. Но совсем иное в классе, где учитель присутствует, и все об этом знают, но только никто не знает, как он выглядит, вернее, кем он предстанет на этот раз, через кого захочет дать урок. Равенство в таких случаях – это путь всеобщего почтения. И способ понимания равенства в этом случае – если нет никого ниже меня, то все выше меня. И именно на этот способ понимания равенства указывает Христос, продолжая разбираемый евангельский текст об отцах и учителях словами. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Если нет на земле отца и учителя, то в любом мы можем увидеть отца и учителя. Эти слова здесь надо написать с большой буквы. В черновиках к роману старец Зосима говорит «Вы тут падали передо мной, за что меня любите?» Это Христа любят. Вот то, что как бы в романе будет скрыто, а в черновиках у Достоевского, как всегда, рассказывается в прямом. Вот решение, которое дает Достоевский в романе. И старец Зосима, отвечая на Алешу, на отец и учитель, далее на протяжении всей беседы в главе русский инок будет обращаться к своим гостям со словами отцы и учителя. «Между тем, и в начале романа это специально прописано для всех присутствующих, он старец, то есть, если понимать дело иерархическое, именно отец и учитель, наделенный в иных случаях огромной властью и так далее, и так далее. В сущности, его обращение звучит так, как если бы учитель вошел в класс и обратился к присутствующим там ученикам, отцу и учителю. Что я не утрирую и не преувеличиваю парадоксальности с нашей точки зрения такого обращения, доказывает романная рифма к этим словам старца Зосима. Я имею в виду обращение капитана Снегирева к своему сыну со словами «Батюшка, милый батюшка», выражающее воображение читателя. Вообще же, уделив внимание этому обращению, можно заметить немало таких обернутых обращений в романе. Например, то, что Федор Павлович относится к Ивану со словами «Отец ты мой родной». Это хотя и менее замечается читателем, но, в общем, к тому же ряду относится. Замечательно, что когда Достоевский описывает обращение с подобными словами к лицам, с которым говорящие не связаны родственными узами, он вводит указания на создание и оборачивание таких уз в текст непосредственно окружающих обращений. Вот, например, это момент ареста в «Мокром Мите». «Дмитрий Федорович, слушай, батюшка», начал обращаясь к Мите Михаил Макарович, и все взволнованное лицо его выражало горячее, отеческое почти сострадание к несчастному. Не обошлось здесь, конечно, без госпожи Хохлаковой, дополнительно вскрывшей в этой оборачиваемости обращений идею равенства в том смысле, что любой старший может, а в иных случаях и неизбежно должен обратиться к младшему как к старшему. Вы меня простите, Алеша, я вам как мать. О, нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу, потому что мать тут совсем не идет. Девушка хотела рассказать о своих любовных проблемах. Вот. Вообще же, самое пронзительное впечатление в романе оставляет обращение или именование папа по отношению к отцам, которые с точки зрения либерала Федюковича решительно не могли бы претендовать на это звание. Это, конечно, прежде всего Илюшечкина, пустите, пустите, это папа, мой папа, простите его. И папочка, мой папочка, как он тебя унизил, это крик девочки, вот в рассказе Ивана, который сечет отец. Папа, папа, папочка, папочка. Там вообще как бы вот только это слово. В сущности, дети здесь говорят, как бы тебя не унизили, ты все равно мой отец, и ничто этого не изменит. Или как бы ты не унизил себя, своей жестокостью и несправедливостью, ты все равно мой отец, и ничто этого не изменит. Это возможно только потому, что один Бог есть виновник всех отцов и учителей. Потому что в противном случае это может быть в любой момент подвергнуто сомнению. И поставлено вот это рассмотрение, которое предложено Фетюковичем. Я полагаю, что вне контекста разбираемого высказывания Христова невозможно понять другое гораздо более популярное, но вовсе не более понятое его высказывание. «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Ну, полный текст, да, напомню. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Итак, кто молится, как это, к детям, тот и больше в Царстве Небесном. Если не переводить высказывание сразу в привычный морализаторский план, то можно будет наконец заметить, что здесь речь буквально идет о росте. Среди учеников стоит ребенок, который ниже их всех. И им предлагается умалиться, чтобы стать, почувствовать себя как это дитя. Стоит всерьез подумать, о чем идет речь, когда для вхождения в Царство Небесное нам предлагают стать как дети. То есть, какие качества детей, собственно, обеспечивают им такое вхождение. Опять-таки, привычный ответ – это детская крутость, послушание и так далее. Вообще, слыша такие ответы, всегда хочется спросить, как давно отвечающий видел детей в последний раз. Во всяком случае, по прочтению романа «Братья Карамазовы» уж точно странно говорить об этих качествах, как о специфических детских. Потому что нам показаны, я сразу беру конечную точку, но нам показаны просто дети-убийцы. И это все дети в романе, они все убийцы. Потому что мальчики убивают Илюшу, Илюша убивает жучку, ну, в общем-то, и так далее. Там будет сплошная связка. Так вот, есть только одно качество, безусловно, присуще всем детям, пока они дети. Это способность расти. И кроме того, пожалуй, ощущение своего роста как недостаточного еще, как знание о том, что будешь расти дальше. Во всяком случае, в романе именно это ощущение подчеркнуто. В случае Коли Красоткина, еще одного очень специфического ребенка, желающего быть взрослым учителем, и которому мы, читатели, все прощаем, о его любви, именно потому, что он растущий, меняющийся и очень хотящий расти. И ростом, и возрастом. Там постоянно сцены Коли перед зеркалом. И вообще, надо признать, что если бы он был взрослый, то он был довольно отвратительный персонаж. Именно поэтому так страшно то, что предлагает сделать с людьми великий инквизитор. Он хочет сделать из них детей, которые не растут. Но отсутствие роста, он буквально об этом говорит, да? Но отсутствие роста – это как раз свойство взрослого. То есть великий инквизитор делает из людей не младенцев, как он это прокламирует. Он тут лукавит. Он делает из них лилипутов, вот этих крошечных улотцев, позволяющих ему на их фоне почувствовать собственное величие. Старец Зосима, в противовес великому инквизитору, ощущающему себя старшим, высшим и учителем, ощущает себя и называет себя всегда учеником и младшим. Причем удивительно, что, ну то есть, удивительно достать, сколько всегда, так, ну вот еще раз удивительно. Они употребляют одно и то же слово – младенец. Только великий инквизитор применительно ко всем другим, а старец Зосима применительно к себе. Да, ну, великого инквизитора все помнят уже и напоминали. А вот старец Зосима. Да, отцы и учители, простите и не сердитесь, что, как малый младенец, толкую о том, что давно уже знаете, и о чем меня же научите ста крат искуснее и благолепнее. Надо заметить еще одно. В романе хорошему учат, как правило, младше и старшего. Зосима, таинственного посетителя, Алеша, Митю и Грушеньку, Илюша, своего папу и мальчиков, в общем, и Колью, и даже Алешу, и многих романных персонажей. Даже от своего старшего брата Зосима научается хорошему лишь после того, как начинает значительно превосходить его годами. Старший же по возрасту или званию, так сказать, учит младшего непременно плохого. Плохому Смердяков и Илюшу, Иван Смердякова, Ракитин, Коля Красоткина, Федор Павлович, Ивана и Алешу. Ну, можно продолжать, в общем. То есть Достоевский все время подчеркивает, будучи старшим, научить хорошему можно ли почувствовать себя на равных с обучаемыми. Как Алешу с мальчиком, очень характерно, в ответ Коля, да, Коля, как бы преодолевая себя и, собственно, мальчишскую гордость, говорит, я, а с другой стороны, порыв любви, да, к Алеше. Я пришел у вас учиться, Карамазов, проникновенным экспансивным голосом заключил Коля. А я у вас, улыбнулся Алеша и пожал его руку. Либо, как старец Зосима, младенчески проповедуя отца на учителям. И недаром научивший Митю исповедование в Троице сущего Бога, Герцог Штуба вспомнит о том времени так. О, да, я сам тогда был еще очень молодой человек. Мне, ну да, мне тогда было 45 лет. Характерно, что духовное руководство над Алешей, старец Зосима, передает отцу Паисию, чье имя, как всем понятно, да, по-гречески значит буквально «дитям». Итак, для того, чтобы войти в Царство Небесное, надо быть способным расти. В Царство Небесное врастают. Расти может сын, не отец, ученик, не учитель. Отец и учитель уже выросли. Именно потому, что они выше ученика и сына, если не ростом, то возрастом или знанием. Растет тот, кто хочет расти. А хочет расти, опять-таки вспомним Колю Красоткину, тот, кто ниже. Стоит нам перерасти кого-то или всех, и мы уже довольны и удовлетворены. Мы прекращаем расти и перестаем быть как дети. А это значит, что Царство Небесное оказывается закрыто для нас. В продакциальной манере Достоевского Евангелия то, что хочет внушить нам текст братьев Карамазовых, можно было бы сформулировать так. А вы не называетесь учителями, отцы и учители. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Можно, Татьяна Александровна? Безусловно, очень важным для вас является... Да я думаю, слышу. Нет, записи, записи. Безусловно, мне кажется, для вас является первостепенной важностью вот это понятие расти, понятие роста. Могли бы вы прояснить все-таки, что вы вкладываете в это самое расти, то есть, видимо, не физическое какое-то движение? Вы знаете, я как бы здесь старалась всего-навсего идти за той экзегезы, которая действительно произойдет в своем тексте Достоевский. И вот с его точки он как бы никогда не оставляет понятия на каком-то одном уровне, как бы никогда не вычленяет из смыслового поля снова какой-то один сегмент. Поэтому, и он все время все старается показывать, как бы вот сначала, вот буквально, и в уплате, так сказать. Поэтому вот проблемы роста он разбирает именно на вот этом коле красотки, некоторой маленького роста, и который вот все время остро и страшно, как бы, вот болезненно это ощущает. И вот вы знаете, это действительно вот это вот ощущение того, что ты еще не дорос, вот именно на этом герое, вообще говорят, что там у Достоевского роман разваливается, и какие суждения были, и что там можно вычленить вот отдельно вот эту вот линию мальчиков, там еще что-то. Там такая честная вязь, и там каждый герой настолько важный, как бы настолько неизымаемый с романом в целом, что без него просто сразу будет ничего непонятно. Так вот у Коли Красоткина там постоянно подчеркивается именно вот эта проблема роста. Когда он меряется, когда он подходит, вот как бы зарубки делает на это, когда он подходит к двери и так далее. Когда он прибавляет себе возраст, когда, значит, он поправляет Алешу, не 13-й, а 14-й и так далее. То есть вот это вначале, это как бы берется вот именно как вот это желание, и это желание, как мы понимаем, у подростка, у ребенка и подростка возникает именно потому, что вокруг него есть вот эти люди, которые как бы выше ростом и старше годами. И ему хочется добиться с ними чего? Равенства. И это равенство, которое должно было бы как бы выражаться вот и внешне, и вот в этом признании ему, да, потому что, что ведь в колледже он даже под поезд ложится именно для того, чтобы добиться вот этого равенства с теми подростками, которые старше его на 2-3 года. То есть там вот это вот, это вообще постоянно прослеженная тема, вот во всем роман. То есть он все время, все время вот как бы бьется вот туда. То есть, понимаете, это показывает, вот отсюда начинается вот эта вот демонстрация желания человека расти тогда, когда он видит, что над ним есть еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Все время. И на самом деле единственной, как бы, единственной меркой вот этого возрастания, он для человека, конечно, является Бог. Больше нет никакой. Потому что вот великий инквизитор в его проблемах, и почему опять-таки он прогоняет Христа? Он прогоняет Христа, опять-таки, в каком смысле из-за роста. Потому что вот он уже себе спокойно всех перерос. У него там кучка великих, маленьких младенцев, да, и кучка этих самых великих, но которых, между прочим, рядом с ним не видно. То есть, очевидно, они там тоже где-то еще поменьше. И вдруг приходит этот, который вот заведомо выше. Есть физическое ощущение, что он смотрит на него снизу вверх. Да, совершенно верно. Там вот это вот физическое ощущение постоянно пошло. И его вот еще, вот это его страшно раздражает. И когда, кстати, вот в этом замечании, что когда Христос подходит и целует, подходит к нему и целует, да, а Алеша встает и целует Ивана, я думаю, тут еще один момент у Достоевского, потому что когда Алеша встает и целует Ивана, он вот целует сверху вниз. А когда вот Христос подходит к нему и целует его, он подходит и целует его как равного. Вот именно на этом одном уровне. И вот в этот момент еще происходит. Он говорит, я не выше тебя, успокойся наконец. Вот мы братья, мы равны, вот он к нему с этим приходит. Вот, то есть это вот этот вот сложный комплекс, из которого отдельного как бы смысла выдергивать не то, что как бы не получится, а и нельзя, потому что он весь, это то, что как бы человека пронзает вот с этих самых молодых лет, когда ему все время хочется, я сам, я большой, да, вот это вот, и кончая вот смертью, когда, когда старец Зосима, как бы, да, ну как Сократ говорил, да, что я знаю, что я ничего не знаю, и вот старец Зосима, который как бы старец там многократно и по возрасту, и по положению, и так далее, и так далее, как малый младенец проповедую вам. То есть вот когда человек дорастает как бы до самого высокого роста, который здесь возможен, он понимает в полноте свою малость, свою детскость и научается ей радоваться. Я думаю, что вот так. Можно только рептику, что получается ли тогда, что Христос подходит и целует его как глупое дитя? Вот в этой, вот, ну как бы в этой логике роста, в том, что все-таки не быть равным и не быть выше Христа невозможно. Поэтому это дитя, которое бунтует, дитя, которое хочет быть выше роста. Вы знаете, можно бы это так прочитать, но я не думаю, что это так. Потому что я думаю, что все-таки Христос пришел к нам для того, чтобы стать нашим братом. Буквально. И поэтому он сказал, да, он так и сказал, что вот и вы, вот, вы тоже дети моего отца. И среди братьев я стою. Да, и я стою, вот, вот, это постоянно. То есть, вы понимаете, он как раз подчеркивает вот это вот, то есть, и дальше, да, опять-таки, вот то, что мы уже вчера вспоминали. Кто из вас, да, кто со мной, да, тот вещь, дела, которые я сотворю, сотворит и больше того сотворит. То есть, перерастете, все нормально, перерастете, растите только. Понимаете? Я на правах ведущего, тоже такой уточняющий вопрос. Нет, точнее, сперва реплика. Мне кажется, вот это отношение к кому-то как к глупому ребенку, это как раз отношение великого инквизитора к народу. Конечно. А вот, уточняющий вопрос такой, вот, замечательно, вы сейчас как раз сказали слова. Кто хочет равенства и, и вот, много было сказано про расти, можно ли это трактовать как, вот, это равенство, как достижение полноты общения? То есть, человек хочет быть включенным в круг вот этих вот, так сказать, для кого он хочет дорасти, да? И, соответственно, тогда получается что? Тогда получается, что этот трост действительно, он, как бы сказать, лишен принципиально некой конечной точки. То есть, полноты общения хочется все больше, больше и больше. Совершенно верно. Да, да, конечно, именно это. И вот это, как бы, вот, к тому, о чем я говорила вчера, это, собственно, есть процесс врастания вот в это человеческое единство, потому что, вот, вот, которое мы будем литься, не переставая сливаться совсем. Потому что Достоевский в этом, в том отрывке, все время подчеркивает вот этот процесс врастания, потому что он все время акцентирует полноту, все больше и больше полноту познания себя и всего. И вот это, как бы, есть процесс соединения, слияния вот-вот-вот, врастания, срастания. Я думаю, что все-таки познание действий тоже, потому что вот эта проповедь деятельной любви, которую говорит Зосима, это тоже форма соединения с Христом. Ну, естественно, познание любви, это вообще синоним некоторым образом. Познание действия, действия как проявление любви. Конечно, конечно. Пожалуйста, вопросы. Владимир Александрович, у вас в теме явно насчет Толстого, вы можете осветить этот вопрос у Толстого? Он же осознавал себя учителем, вот каким учителем? Вы знаете, вот дело в том, что я как раз вот вчера еще в очередной раз сунулась и поняла, что я ничего не успею, потому что у Толстого, даже вот в чем моя вера, это вообще вещь, которую хочется цитировать через абзац. Просто для того, чтобы показать, вот как, в каком смысле действительно Толстой герой Достоевского. Потому что вот в частности, вот в чем моя вера, это человек, который бьется вот в эту самую каменную стену и говорит, что он от нее не отойдет и не перестанет. И эта каменная стена, она создана не только вот этими самыми законами природы, не только вот этой вот, как бы вот, но она создана еще одновременно. И вот этой вот скорлупой, которая наросла на христианстве, и которую Толстой пытается тоже пробить вот своей головой. Вы совершенно правы. Он как бы пытается учить, но одновременно он начинает с того, ведь все-таки, да, вот это вот в чем моя вера, он начинает с того, что пытается себя поставить тоже как бы самым маленьким и самым последним. Он начинает с того, что вот как разбойник на кресте, да, был распят вот по правую сторону от Иисуса, дальше он делает свое совершенно толстовское предложение. Неужели кому-то было бы плохо, если бы разбойник все-таки не умер, а с Христа сошел и всем, значит, тот самый веру проповедал. Но дальше он делает еще один совершенно замечательный кухик-кульбит. Я тот разбойник. Понимаете? То есть, несмотря на то, что мы привыкли говорить, и, наверное, чем-то это оправданно. Потому что вот христиан нас замечательно вчера убеждал, что как бы вот все на самом деле в Толстого все хорошо, а параллельно хотел спросить, хотя понятно, что вопрос как бы неправильный, потому что мы все эти работы, где плохо, у Толстого мы все читали, как бы не к нему прощать. Но ведь тоже, да, не совсем глупые люди их писали. То есть что-то их всех подвигало на именно такой взгляд. Да, вот как бы это все у него есть. Но одновременно вот этот постоянный его посыл, он совершенно в другом. То есть он тоже, он вот хочет начать свою проповедь именно как разбойник и как самый малый. Я умирал, вот я как бы не жила, а умирал. И вот я тут наконец понял, и то, что я понял, я просто не могу скрыть. Потому что я хочу проповедить. А мне это было дано, и я просто обязана этим поделиться. Вот с чем он хочет. Вопросы, пожалуйста. Как Вы думаете, вот это желание роста, о котором Вы говорили, можно ли его сравнить по-другому еще с сиротством и с неким желанием оплести отца? То есть не в одном каком-то человеке, да, а как можно больше. И в конечном счете это, конечно, приближает вот этот человек к Богу, как тому, кто может это желание уторить. Например, тут же Коля Красоткин, да, в цене, на рынке. Он когда спрашивает этого мужика, умного, да, ты прощаешь меня, он говорит, очень прощаю. То есть ему было очень важно получить это прощение от него, и он его принимает фактически как от отца. И в этом незнакомом человеке вот обретает вот частично, как и у Илюши потом. Вы знаете, ну, со сцены на рынке там сложнее. Достоевский ведь он еще очень, как бы, еще и очень юмористичный все-таки писатель. Потому что он там сажает Колю Красоткина в лужу вместе с этим мужиком. Потому что Коля-то Красоткин все это сначала, как бы, как бы издеваясь, говорит. И вот это очень прощаю, для него как раз звучит, вот как вот этот ушат холодной воды, когда вдруг он понимает, что с ним на самом деле вступил в контакт, с ним на самом деле разговаривают. А не он кем-то манипулирует, он от кем-то издевается. Ну, у вас, вы задали прекрасный вопрос, потому что я хочу обратить внимание на еще одно, что Коля Красоткин это безотсовщина. Как бы самая такая вот, самая вот, по большому счету в романе безотсовщина, потому что отец умирает буквально при его рождении. Практически. И поэтому, конечно, еще вот это вот, как бы, вот это вот постоянное желание роста, вот этого вот равенства, это вырастание и так далее, оно на фоне вот этой лишенности отца просто с первых дней жизни. Обратите внимание, что почти все герои главные, Постоевского сироты, или отца нет у них, как у Раскольникова, как у Мышкина нет и отца и матери, как у Ставрогина. Вот, и это тоже, конечно, имеет отношение. И с Раскольником гораздо красивше. Там не просто, да, там нет отца, там отец как бы был и есть, и пока был отец, то ты лепитал свою молитву сети у меня на коленях. Вот это вот там, там отец как бы просто, он прямо указал, что отец это Бог. И потому, потому что начинается все это как бы в письме матери, да, веруешь ли ты вроде по-прежнему, или чтешь ли отца искупителя нашего дальше, ну и так далее. То есть тут для Достоевского вот эти две фигуры вообще не развлечены, как бы для Родиона Романовича. Ну, в принципе, это как бы это было начало, а для всех других героев практически то же самое. Можно сказать, что если во всех романах сиротство, то у братьев Карамазовых четыре отца, как минимум. То есть отец Федор Павлович, Григорий Кутузов, Зосима и Исаак Сирий. Еще есть еще такой. Но через неделю, слушай, не забудь. Нет, я имею в виду мнение самого Карамазовского. Вот, ну, не прямо, еще с ней берем, не весит. А, то есть вы имеете в виду, что у них четыре отца. Вот, это связка. Здесь отцов гораздо больше, и эти связки как бы весь космос охватывает. Физический, нравственный, духовный. Вот, Татьяна Александровна, в связи с этим, вот, ваше прочтение именно отца Исаака Сирина и Смельдякова. Вот эту связку. Вот как вы имеете в виду? Ну, а тут, в общем, довольно очевидно, потому что, да, Исаак Сирин, это, собственно, тот, кто, в общем, как бы, один из, наверное, мощнейших представителей этой линии апокатастосиса как раз. То есть тот, кто утверждает, что спасены будут все, даже и демоны, и кто, собственно, вот, страдает от этого. А там же ведь, там ведь в романе даже не Смельдяков последний-то крайний, там вообще-то еще черт есть, который тоже очень хочет восстановиться, как бы рявкнуть, наконец, у нас сам, ну да, и все, да. Потому что нужно, чтобы были прошедшие. Да, да, типа мне мешают. То есть там, в принципе... Борису зло по приказу. Да, 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 вот просто, ну, просто такой хороший. Вот он уже готов и хотел бы, ну вот что-то, что-то еще тянется, оно и тянется. Так что, конечно, вот это вот покрытие высоко серии... Это квадриллионов, которые там... Да, трех тысяч, конечно, прямой. Готов пройти квадриллион, квадриллион, что касается вера. Надежда на спасение и прощение. Это же черного. Я в тебя семечко веры, прошу прощения, семечко веры брошу, из него вырастет такой дух, что ты, как сказать, «Вадцы пустынники и Жены Непорочные» запишешь. Жены Непорочные особо не хороши. Черт, это вот иначе говорить не может. Как и про свитки Херувимова, о чем писал Достоевский. Да нет, ну правда хороши, Настя. Тем более, что и вон Жены Непорочные, Грушенька братом становится. Так что там это самое. Он вообще Достоевский с этим любит. Пошутя. Нет, это шутки шутками, но он в шутках-то сами серьезные. Все очень всегда. Нет, не с ним мужчины, не с женщины. Да, вот так вот. Если все братья, то все братья. И вот, кстати, ответ на то, что говорят, что Достоевский писал быстро, неряшливо, много случайных слов. О, ну это... Каждое слово на своем месте. Неряшливого слова. Причем, когда начинается вот этот неряшливый текст, это значит, что именно в расстановке слов скрыты связи, которые иным способом просто вообще невозможно актуализировать. Еще, пожалуйста, вопросы? У меня вопрос... Вот так он все равно не работает. Щелкала, гоня. Ученики... Я попробую... 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 Для Достоевского... Бог похож больше на младенца или на отца. Значит, Бог сам растет. Это значит, что не надо больше растить. Спасибо. Это вообще замечательный вопрос, потому что я думаю, что для Достоевского Бог как раз это одновременно и младенец, и отец. То есть, вот это вот самое в одном. Именно когда Илюша как раз вот к смерти движется, он же там как бы вот именно вот этот самый младенец, принесенный в жертву, да, вот как бы там, собственно, на его крови вот эта вот литургия служится, по финалу романа, вот к нему же начинает обращаться батюшка, милый батюшка. То есть, вот он еще маленький, но он же одновременно и отец всего. Это как бы тоже достаточно воспроизводит вот эту ситуацию Христа, когда царь всего, да, отец всего лежит беспомощный в ясре. Она, собственно, в христианстве дана изначально, вот это вот, когда самое высшее умоляется, чтобы вот стать как бы, чтобы с собой начать поднимать вот это вот, как бы под него подойти. Очень интересно, что Достоевский ровно ту же божественную функцию отводил, так сказать, русскому народу, потому что для него вот эта вот, вот эта вот вся человечность русского, это способность создать вот такую вот чашу, куда вместится все, все народы, все со всеми своими особенностями, со всеми вот своими идеями, как бы. То есть, это вот такое вот, вот такое внестилище, куда как бы всех примут, и все, как бы вот ничего не отринется, ничего вот не... Разрешатся все противоречия. Да, и при этом очень интересно, что он указывает в начале Деника, писатель 1976 года, что немцы тоже претендуют на эту, на эту вот завершающую роль, да, для всех человеческих, но он там ясно показывает, что немцы претендуют именно на то, чтобы быть куполом, а вот русские на то, чтобы быть вот этой вот, вот этой вот чашей, вот этим вот как бы там внестилище. Пожалуйста, еще у нас есть время, как ни странно. Или, может быть, кто-то хочет высказываться, уже вполне можно. Уже высказываться. Уже, возможно, кофе пить? Нет, да? Нет, наверное. У меня одна такая почти юмористическая марка. Я был в Киеве, там была конференция большая, богословская конференция о детстве. Меня поразила одна деталь, что несколько докладчиков восхищались появлением в храмах детских подсвечников. Такие говорили, это так замечательно, так здорово, что детки, поскольку церковь, это взрослые для взрослых, говорилось много раз, что мы не смогли достать. Ну, так прекрасно, что дети теперь имеют свои подсвечники. Я думал, что это шутка, потом я их увидел. Они действительно стоят. И несколько моих очень любимых священников тоже приобрели. Я понял, что надо как-то защищать высокие подсвечники, потому что... Я тут же провел такой микро-соцопрос всех молодых людей. Оказалось, что, конечно, одно из самых ярких детских воспоминаний то, что тебя подсаживают подсвечники. Да, да, поднимают, конечно. Я думаю, что это может такая какая-то мисс взрослых, которые придумали маленькие подсвечнички, потому что их уже никто не подсадит. Да. Это вообще идея великого инквизитора. Я видел огромный подсвечник, 10-метровый, которому тебя никто не хочет подсадить, но охочется. И вот эта идея роста, того, что наша функция может быть в церкви для детей, только чтобы подсадить, обеспечить этот рост, совершенно замечательно. И я думал о том, какая-то удивительная нечувствительность в детстве, придумать детский подсвечничек. И вот с этой темой роста и отсутствия, видимо, это какая-то очень глубокая вещь. И непонимание, между прочим, этой функции действительно в современной культуре. Знаете, вот я сейчас не готова, просто отметим, в конце, что у всех у нас, наверное, были какие-то учителя. В академическом смысле, научном смысле, не в житейском только, а вот в самом простом, профессиональном. И как удивительно, не знаю, что многие среди моих знаменитых, скажем, это может ситуация провинции, может, это не московская ситуация, по крайней мере, я так думаю, может, это предрассудок. Но удивительно, что среди этих учителей так мало учителей. Есть много слепых, которые на суде. То есть людей, с которыми ты быстро становишься коллегой. Но очень редко реализовывается, можно сказать, что это был мой учитель, как тот, кому ты тянешься в каком-то другом смысле. Вот теряется понимание ценности этой функции учительства, как ни странно, она связана с каким-то детскостью. А, кстати, вот про таких учителей, у которых действительно стоит учиться, как правило, люди даже не могут сказать, был мой учитель, говорят, это был мой друг. Я вот несколько раз уже это замечала, и на себе самой вообще. Вот нет, я хочу как раз отметить то, что это был мой друг, это очень важно и ценно, это наше время. Вот мы действительно знаем старших друзей. Действительно знаем, нам повезло. Мы знаем, когда мы стали друзьями. Но есть еще одна вещь, которая, как говорили, очень редко. Когда ты встречаешься с человеком, которого ты внутренне никогда не достигнешь. Никогда. То есть это не человек, с которым никогда ты стали шбрагнуть, а вот это чувство величия. Я не знаю, как это передать, но это то, что очень Аверинцева беспокоило. У него есть такая замечательная работа, моя ностальгия. Моя ностальгия, что когда он был маленький мальчик, в Москве, там, после войны, он знал, зачем он учит немецкий. Это было утопично. Он хотел написать письмо Гессе. Он знал, что он его никогда не напишет. Потому что СССР, полная война, какой Гессе. Но он знал, что он когда выучит немецкий, он напишет письмо Гессе. А когда он оказался в Европе профессором Менского университета, он говорит, ну вот я знаю немецкий, но некому писать. Это не значит, что пустыня. Есть очень много друзей, людей, которые его могут оценить. Но вот этого чувства величия, которое делает нас детьми, и этого человека делает учительный, по-моему, нет. Это какой-то знак времени. Саша, вот можно я здесь с вами не соглашусь? Потому что мне кажется, что этот беда и страдания Аверинцева, она возникла именно потому, что он мечтал вот об этом недостижимом учителе. Потому что вот он, как бы, он его не получил, и, что называется, в юности, он его не получил и в старости. А вот, опять-таки, старец Зосима, ну, чтобы уже не множить сущности без необходимости. Это человек, который учился и в юности, и учился и в старости, умея в каждом увидеть своего учителя. И именно как вот так, потому что он же Валёш, даже буквально, Маркел его первый учитель в этом смысле, но Валёша он встречает Маркела. То есть, вот эта вот способность, как бы, не обращая внимания там на рост, на рост возраста преимущества, увидеть в том, кто перед тобой, что-то, что до чего тебе надо там как раз дорасти. Но это дорасти, оно должно быть именно возможно всё время. И как бы, вот человек к этому тянется, именно к этому. Потому что, если он знает, что там всё равно, вот это опять ситуация Великого Инквизитора. Вот это вот учительство, когда там вот-вот, и я никогда таким не был. Нет, учитель не знает про это, это я знаю. А вот я, это так это и плохо. Вот это, именно вот это моё знание, я никогда до этого не дорасту, это то, с чем, это то, с чем учитель должен бороться, если в ученике это сознание возникло. Я думаю, что так. И всё время говорят, да нет, да ещё и перерастёшь, и вообще, и ещё меня научишь. Больше моего сотворишь. Да, и больше моего сотворишь. Вот совершенно верно. Вот единственное, как бы, вот это, вот и больше моего сотворить. Вот один учитель, который, да, имел право на это, именно вот, что он говорит. Спасибо. Спасибо. Саша, я хотел защиту детских подсвечников просто поделиться нашим опытом, да, 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 притански. Уже этому опыту лет 20, и, в общем, наступил такой момент, когда, я тогда ещё не был священником, всё это помню хорошо, когда дети стали говорить, а что мы в церкви можем делать больше того, что мы делаем. И, в конце концов, таким образом, мы пришли, я лично считаю, к совершенно замечательной идее, потом её у нас переняли, это детская литургия. У нас на Пасху служатся 4 литургии, иногда даже 5, вот, но одна из литургий полностью служится детьми, ну, кроме, конечно, предстояния престола. Понятно. То есть поют, выгорят, они все поют, они все алтарники, они все готовят запивку, они все её раздают. Потрясающе. И так далее. И на этой литургии, заметьте, причащая, и мы говорим, что всем мамочкам молодым, что давайте вы старайтесь на этой литургии детей переводить. Хотя сейчас у этой литургии конкуренция появилась в виде ночной литургии, потому что наша ночная литургия это нечто просто, то есть мы можем сказать вместе с Пасхнами, мы не знаем, где мы на ней, где мы на земле, вот уже. Это на Пасху, да? И на Рождество. И на Рождество. Вот на этой детской литургии причащается порядка 500 детей. Только детей. А взрослым можно причащаться? Нет, конечно. Вот это хорошо. Вот так что это очень важно. То, о чем мы говорим, важно. Вот один из моих тезисов, он был в том, что у нас нет пространства для самореализации церковной жизни. за нами. Нет, именно вот, что я хотел бы подчеркнуть, что действительно в защиту маленьких подсвечников выступали все мною горячо любимые священники. Не какие-то люди, с которыми мне хочется как-то спорить. Нет, меня именно это и поразило, что это было очень искреннее и глубокое защиту. Так они для себя лично просто этого хотели, этот, знаешь, свой подсвечник. я думаю, но с детской литургией я согласен, потому что действительно мы тоже к этой практике пришли. Да, тут просто важно, чтобы это было не игрушечное, а настоящее. Потому что, когда оно игрушечное, оно сразу так и понимается, как вот это вот не настоящее, а вот я когда опять-таки, да, как-то и как-то это не то. А вот если оно настоящее, то и все нормально. замечательно. Я думаю, что мы можем перейти туда и там продолжить. Давайте вовремя вернемся. Да, да, да. Через 15 минут продолжаем.